В данном парке практически все незаконно стоят, потому что когда мы разработали, утвердили наши внутренние локальные документы и сделали схему размещения торговых точек и пунктов прокатов машинок и велосипедов, ну вы знаете, что случилось. Мы стали заключать договора, деньги стали поступать, люди хотели купить патент, страховой полис, кто продуктами питания, мы говорили, что нужно иметь санитарную книжку, ну все это было в договоре. Когда я стала заключать договор, вы знаете, что случилось, и сейчас вы видите, вот практически все точки, вот кроме фреска у нас заключен договор, вот кофе, и буквально там вот в следы заключен договор с двумя женщинами, которые торгуют игрушки, и с двумя женщинами, которые машинки прокат дают. И вот здесь одна точка велосипедов. Все, мы больше не успели заключить. С кем заключен договор. Да, с кем заключен договор. Теперь посмотрите, если вы сейчас пройдете вокруг велосипедной дорожки, то вы увидите, что на каждом углу стоят велосипедисты и прокат. Это вообще не знаю кто. Вы посмотрите, не отрегулированная, это велосипедная дорожка, люди гуляют, как будто им мало тротуаров, это тоже надо отрегулировать. На велосипедной дорожке должны быть только велосипеды. Пешеходные, мы должны ограничить пешеходов. То есть здесь мы разработали схему безопасности, да. Мы сейчас формируем службу безопасности, которая должна будет патрулировать этот парк, наводить порядок. Но вы же видите, что мне это просто не дают. И, наверное, многим нравится вот эта вакханалия торговая. Вы так считаете, что подстава связанная с вашим кейсом, это за ними стоит и в том числе арендополучатели, да, так сказать? Нет. Вот как раз здесь те, кто с прошлого года здесь стоял, они давно просят, чтобы мы с ними заключили договора, чтобы они работали на законных основаниях. А вы где-нибудь видели бизнесмены, которые бегают и говорят, я готов купить патент, я буду платить страховой полис? Ведь многие же избегают этого. Они говорят, мы вам заплатим. Но заключите, чтобы мы стояли здесь законно. Потому что в прошлом году что мы обнаружили? А их все дербанят. Все приходят и спрашивают разрешение. Разрешения нет. Кто должен заключать это разрешение? Тоже непонятно. Когда я разработала еще 24 сентября, я дала на утверждение различные положения. Их никто до сих пор не утверждал. Но когда я изучила законодательство, я поняла, что я муниципальное предприятие и стала заключать их. А вы как считаете, вот те, кто незаконно здесь торгует, они же все равно кому-то деньги передают и оплачивают? Это я не знаю. Но в прошлом году мы обнаружили, что здесь были работники Акимята, работники мэрии, милиционеры приходили, требовали у них деньги. Да и просто проходимцы говорили, я из мэрии.